Итоги ремонта дорог и реализации программы комплексного благоустройства дворов главные вопросы заседания областного правительства. Традиционно совещание прошло в режиме видеоконференции с участием глав и руководителей поселений. Подмосковье в этом году благоустроили 1600 дворов. Это больше намеченного плана. Хотелось бы быть уверенным, что каждый двор, который мы благоустроили, действительно радует жителям, радует лаской. В этой связи нам, на мой взгляд, нужно поправить работу в 2017 году и делать ее более стандартизированной, а также вовлекать жителей. На конец года с отрицательными показателями вышли Пушкина, Балашиха, Щелкова и Красногорск. В этих районах работы по благоустройству дворов выполнены либо в неполном объеме, либо в плохом качестве. Сергиево-Пасадский район вошел в число лидеров. Так в поселении Сергиев-Пасад благоустроили 16 дворов. Поручение губернатора мы выполнили на 100% в полном объеме. Кроме того, необходимо отметить, к сожалению, не попадает, может быть, статистику, но мы еще говорим про благоустройство дворов раз, но мы еще говорим и про те пешеходные зоны, которые нам удалось в этом году какие-то отреставрировать, какие-то новые построить. Приятно слышать, что нашу работу правительство видит и оценена она удовлетворительно. На ремонт дорожного покрытия из областного бюджета выделено свыше 12 миллиардов рублей. На эти деньги в Подмосковье отремонтировали свыше 2000 километров дорог. Но не все районы справились с поставленной задачей в срок. Дорожные работы необходимо заморозить до весны. Сегодня вынесли этот вопрос, потому что дорожный СИЗО подошел к своему логическому завершению. В каждом муниципалитете, каждой глава территории должен безошибочно назвать 5-7 приоритетных улиц или микрорайонов, которые требуют особого внимания в 2017 году. Руководитель региона затронул и проблему мусорных свалок. Накануне, 22 ноября, эта тема обсуждалась на встрече Владимира Путина с активистами Общероссийского народного фронта. Андрей Воробьев поставил задачу ликвидировать мусорные свалки в Московской области. Работу на местах будет контролировать административно-технический надзор. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов, программа «События».